Друзья, всем большой привет, с вами Диодан, сегодня мы возвращаемся в игру Battle Brothers, собственно говоря, немного на меня затянуло, поскольку очень похоже на Mountain Blade. Ну и что, наша патька с вами отправляется в Шарфенбург, давайте посмотрим, какие здесь есть квесты и задания для нашей пати. Сиртея Доверич фон Амант, Оверстенхенд, Ванзе Чарест. Хорошо, что ты мне хочешь дать? О, пропатрулировать дорогу, вернуться через 8 дней, мы получим со мной 50 крон за каждую голову. Если мы вернемся и получим 230 крон. Слушайте, по-моему, замечательно. Поэтому мы с вами подтверждаем этот контракт, надо запастись едой, она у нас есть, инструменты тоже. Ну и что, сейчас отправимся в Зайкамп, посмотрим, что там нам можно найти. Мне кажется, раз уж вечер, возможно, на кого-нибудь мы с вами наткнемся. И, блин, не совсем удачно это все произошло, поскольку, к сожалению, здесь уже закрыты все площади, все рынки и прочее добро. Ну ладно, двигаем в Зайкамп, посмотрим, быть может, нам какие-нибудь гоблины попадутся. В принципе, моя патика, по-моему, запакована неплохо. Я как раз к окончании стрима производил усовершенствование своих бойцов, прокачку их и ремонт вооружения. Погнали. Ну, я уже подобного рода миссии выполнял, могу вам сказать, там как повезет. Иногда бывает, вообще на вас никто не нападает, вы просто возвращаетесь и получаете 230 золотых. Иногда бывает, что на вас нападают какие-то гоблины, возможно, даже нежити. В таком случае... Слушай, I'll leave you be... Ты исчез, окей, братюня. И в таком случае, ваша патика может потерять, конечно же, некоторых своих бойцов. Но, с другой стороны, вы же получаете это задание как раз-таки на зачистку поселений, на патрулирование дорог. И выполняете напрямую свои обязанности. И вы можете заработать там, ну, довольно неплохую сумму. Кстати, у нас, видите, еда постоянно уходит, поэтому сейчас в Зайкампе мы с вами должны закупиться. Хорошо, Зайкамп. Что у нас такое? Маркетплейс. Берем с вами еду. Также берем, наверное, себе и инструменты. Ну, медицинские травы. Сколько у нас денежек? Давайте тоже возьмем, чем черт не шутит. Тем более, что если нам грозят битвы, то будет все очень весело. Все, погнали дальше. Следующая наша цель, это Фельсваль. Вот до него пока, видите, мы с вами дотопаем. Пройдет очень большое количество времени. Конечно же, такая игра, она больше, знаете, для релакса. Вот поначалу ты путешествуешь, ты исследуешь мир. Мир немножко пустой на данный момент, но, сами понимаете, игра находится в раннем доступе. Надеюсь, потом разработчики уже допилят какие-то больше, ну, там, всяких неизвестных событий. И, как я уже говорил, досадно, что нет русской локализации. Разработчики очень много игроков теряют, поскольку, ну, Россия, ну, не только Россия, страны СНГ, русскоязычная аудитория, они очень любят игры подобного плана. Кстати, тут у нас ребятки решили срезать немного. И это действительно для нас как бальзам на душу. Прям попутешествовать по типу Маунтэн Блейда. Хотя помните, когда-то Маунтэн Блейд, он тоже был в неком подобии раннего доступа. Он был таким концептом непонятным, который выстрелит или нет. Я до сих пор помню статьи журнала Игромания, где как раз-таки рассказывались о том, что это новинка, что это новаторство. И журналисты, они не знали, пойдет ли Маунтэн Блейд или нет. Все ли у него будет хорошо, или все-таки игрушка провалится. И в конечном итоге Маунтэн Блейд и выстрелил, да еще как. Хорошо, отправляемся к следующей нашей точке. Здесь у нас, видите, уже ребятки все спят, как говорится. Куда нам с вами надо дальше пойти? Я так понимаю, куда-то очень далеко. Стоп, вернуться в Шрафенбург, что ли? Да ладно. Слушайте, реально, надо просто... Опа-опа-опа, тихо-тихо-тихо, Орд Скаутс. Вот это, пацаны, давайте-ка мы с вами на всякий пожарный сохранимся. Ну как-то так, я сейчас вернусь и даже ничьи голову не заберу. Нет-нет-нет, ребятки. И тем более, что это у нас будет первая встреча вообще с орками. Здорово, ребята. А как же вас догнать-то? Ингейдж. Молодые орки. А блин, жалко, что, конечно, ночью мы с вами напали. И я действительно ни разу с орками не сталкивался. Ладно, отправляемся чутка поближе. Ух ты, блин, слушайте, они какие-то серьезные, судя по всему. Я даже дострелять до них не могу, к сожалению. Давайте встанем тогда на высоту, если они к нам будут приближаться. Далее, сдаем ход. Вторую братюня. Тогда будем держать оборону здесь, я думаю. То есть, чтобы сами орки к нам подходили. Нам желательно стоять здесь на высоте, поэтому поднимаем щиты. Опа. И тут уже лазучки орков к нам приближаются. Все, поднять щиты, ребятки. Дорвест. Давай, братья, я тоже поднимай. А, это, кстати, Хальмар. Тот самый парень, который должен, собственно говоря, погибать. И орки дадут. Опа! Вот это выпад, ребятки, был. Вот это выпад. Если я приближусь, то, к сожалению, мне очков действия не хватит. Орки очень стремительно перемещаются, я вам могу сказать. И довольно неплохо запакованы. Так, наши первые лучники, давайте начинаем стрелять. Шанс 31, шанс 58. Посмотрим, как у них с броней. Воу, ну хорошо, броньку я ему выбил. Далее, тебя, я думаю, назад отведем. Фу, повезло, что он умудрился отойти. Хорошо, все, поднимаем щиты. Далее, второй. Снова фокусируем огонь. 66% шанс на попадание. И попадаем. Отлично. Не, слушайте, орки не такие страшные. Мне казалось, хотя, вот эти броски и то, что он может даже оглушать нашего товарища, это говорит о многом. Ну хорошо, пока что пропускаем ход. Давайте попробуем приблизиться. Не знаю, сейчас, может быть, я ему башню снесу, конечно. Он промахивается, братья не мой. Так, хорошо, ты у нас приближаешься сюда. И встаешь в защиту. Далее, у нас одного из наших бойцов оглушило. Сейчас снова будет бросок орка. Нет, этот спокойненько передвинулся. Норвест, братюня, давай не промахнись. Красавчик. И еще один удар добивающий. Блин, к сожалению, промахнулся. Ладно, нашего наемничка подводим поближе. И сейчас должен... Шикарно. Отрубил башню. О, он еще и бросается, ребята. И снова оглушает одного из наших бойцов. И более того, наносит урон. Хорошо, давайте тогда, что мы с вами будем делать. Поэтому 33% шанс. Поэтому 38. Полетел снаряд, но, к сожалению, промахнулся. И сейчас пытаемся выбить. Шанс 59, шанс 44. Давайте рискнем. Не получилось. Второй раз тоже промахивается, братюня, к сожалению. 46% шанс. И отлично, попадание. Есть. Замечательно. Ну, теперь надо нам снизить дистанцию между нами и противниками. Дали репоуст и орк-янг. Молодой орк, но, тем не менее, молодой орк тут, конечно же, может нам добра много нанести. Так, выбрасываем вульфа вперед. Чтобы там сейчас по-бортецкому орк поднимает щит. И теперь тефтонец. Ах, тефтонец. Очень неудачно ты тут стал у нас на самом деле. То есть тебе не хватит, к сожалению, дальности. Хотя ты можешь попробовать забить вот этого пацана. Давай, братюня. К сожалению, промахнулся. И нашего наемника подводим еще ближе, чтобы он в случае чего впитал в себя урон. Норвест вышел наконец-таки из стана и идет вперед. Промахнулся раз. Второй раз попал по щиту. Хорошо. Офигеть, кого он убил-то? Вот это поворот. Вот это поворот, друзья мои. Он что, заваншотил получается? Какой-то он... Слушайте, орки реально очень опасны, я могу сказать. И это молодые орки. А что будет, когда там, не знаю, какой-нибудь взрослый орк нам попадется? Мне кажется, будет вообще не весело. Хорошо, второй раз попали. Замечательно. Так, начинаем бить вот этого товарища. Притом, у них, смотрите, у ворот какой-то прям огромный. Слушай, тевтонец-то давай. Ах, блин, получил кровотечение. Я совсем забыл, что как только ты пытаешься отступить, соответственно, ты получаешь урон автоматом. Бляха-буха. Нехорошо, нехорошо. И добить его никак не могу. Промахивается, снимает щит. Пытается нанести урон. О, нет, 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 он убил... О, господи, он убил его, ребята. И кто мне говорил, что игра лайтовая, что она вообще не сложная? Блин, вот это драма, на самом деле, когда ты теряешь своих бойцов. Я даже... Вот, сука, этот орк гребаный, а? Он мне двоих забрал. Скотина такая вонючая. Вот это поворот. Сволочь, сволочь. Мне больше нечего сказать. Просто ублюдок. Скотина, двоих потерял. Герольф. И Тевтонец Петр у нас погиб. Тевтонец Петр, ребята. Жесть. Просто жесть, ребята. Я реально расстроился, честно говоря. Блин, это, конечно, печаль, тоска, я вам могу сказать. Чёртовы орки, ей-богу, ублюдки вонючие, проклятые твари. Ладно, возвращаемся в Шрафенбург. Но мы с вами получили 4 голы. 200 золотых всего мы получим с вами за это. За это задание. При том, что у нас пати, что там у нас с Раком Алфой. Всё хорошо. Диодан получает повышение. Ну, давайте повысим его. Обязательно ХП, обязательно урон в ближнем бою. Ещё желательно, наверное, защиту в мире Диффенс. И перки. Перки, перки, перки. Шелд Эксперт. Давайте Шелд Эксперта ему дадим. Хорошо. Да, вот я думаю, если я в руины зайду. Collections Road. Grady Hearts Hideout. Блин, даже не знаю, стоит ли туда залезать. Давайте сейчас посмотрим. Так, сохраняемся на Дио. Да, орки, конечно же, друзья мои, серьёзные противники оказались. Не такие простые, как мне казалось. Так, 140 у тебя тут защита. Может быть, тебе выдать, поскольку... Да, слушайте, у него тут всего 20-очка. 50. У нас есть кто-нибудь с более тяжёлым вооружением? 30-ка. 55, 110. Хей, Альбор, тебе не надо. Хотя у нас пати всего раз, два, три, семь человек. Патька у нас не самая большая. У нас, кстати, есть и кожаная ламелярная броня. Давайте её ему выдадим. Будет у нас ещё один тяжёлый запакованный воин. С копьём, правда, не знаю, выдать ли ему оптимист. Background Gambler. Хорошо. Так, а что это нам даёт, получается? 25-35 дамаги. Spare wall to immediately attack any opponent. А, слушайте, реально, вот это крутая тема. Это очень хорошая штука. Надо будет её тоже попробовать. То есть к нам, как только противник приближается, мы сразу даём контратаку. Далее, норвст у нас готов. Это что такое? 10 эру. Тут у нас 4 стрелы, получается, да? Так, это что такое? Это у нас ножичек небольшой, деккер. Вульф, кстати, у нас тоже получил повышение. Давайте его качнём. Обязательно тоже защиту и перки. На фенцев его немного прокачаем. Да, братюня, а тебя надо хорошенько защитить. По сути, 30-ка всего лишь, да? Защита у нас тут не очень большая. И здесь его тоже 30. Маловато, маловато. Щит 15-15. Орочи, щиты, ух ты. Минус 10, тут щит чутка потяжелее, оказывается. Не, ну защита, конечно, наших воинов, надо тоже беспокоиться. Давайте ещё раз сохранимся. Блин, а кто же у нас там? Я по-любому не получу за это ничего. Опять молодые орки. Не, ребята, нам надо пати подготовить. Нам надо побольше народу нанять себе. Потому что эти молодые орки, это очень серьёзные ребята. Я вам так скажу, я уже получил по голове от них. Итого мы с вами получим, получается, 200 золотых. И... Ну, кстати... The truth is rolled back to... Опа! Бандиты. У нас 7, их 11. Походу за нами прямо идут, да? Да-да-да, пытаются нас преследовать. Давайте попробуем дать бой. Some bandit raiders, many bandits sucks. Попробуем сыграть от обороны. Да-да, чувствую, сыграю сейчас от обороны. Но бандиты это не орки, как говорится. Может быть, удастся их победить. Это, мне кажется, маловероятно. Так, хорошо. Лучников у них вроде нет, это уже радует. Но у них большое количество тяжело вооружённых пацанов. Хорошо, встаём в защиту. Сдаём ход. Посмотрим, если что, перезагрузимся. Я ещё ни разу не играл с численно превосходящим противником. О! Да ладно, Хьялемар, как ты оказался без... Да, Диодан стайл просто. Диодан стайл. Хьялемар у нас без щита стоит. Супер просто. В принципе, можно его сюда перевести. Но его тогда будут окружать. Ладно, сдаём ему ход. Посмотрим, что будет дальше. Да, патька тут у них, конечно же, серьёзная. Да, тем более большое количество с дубинками. Один из человек этого мне хухры-мухры. Тоже встаём в защиту. Сдаём ход. А вот ты будешь использовать своё копьё. Замечательно, молодец. Ну и всё, ждём подхода. Нет, так-то они, мне кажется, сейчас меня толпой просто завалят. Мне банально не хватит возможностей. Ну, сейчас доглянем. По-любому будем тестить. Хорошо. Мы на контратаку поставим. Так, Хьяльмар, братюня, тебе надо чутка назад отойти. Вот так вот, даём ход. Опа! Приблизился, хорошо. Далее, 51%, 24, 24, 21. Давайте по вот этому тваре. Отлично. Выбить, кстати, с одного выстрела их не получается. Что как бы намекает. Пошёл урон по щиту. 61. Снова выстрелил. Отлично, одного сняли. Снова братюня с топором. Вот его надо вырубать. Опа! Хорошо, наше копьё сработало. О-хо-хо, лошара! Давай, третий раз ещё. Ну, тут, конечно, он очень сильно тупит. И вот это... Ох, блин, слушайте, копья это реально штука. Это просто шикарно. Особенно, я думаю, если фланги защищать, это будет очень крутая особенность. Так, хорошо, здесь у нас 48%. Это что такое? 25, 55. 25, 55. To armor. Lash, swing against the fail. Атака у нас 48, да? То есть без разницы. Можно, в принципе, даже и щитом долбануть по нему. Давайте попробуем его отбить от нас как можно дальше. И опять-таки встаём в защиту. Хорошо. Раненый боец к нам подходит. Ага, промахивается. Замечательно. Так, теперь норвост. Ну, норвосту надо сфокусироваться на бандите. Тем более, что он очень хорошо запакован. Так, этот опять у нас на копьё. Слушай, так я себе больше копьеносов тогда буду брать, поскольку это реально самый настоящий ба. Но нас реально начинает уже окружать. Снова ставим тогда копьё. Реально, очень крутая фишка. И бьём вот этого бронированного товарища. Ранили его. Неплохо. Пахьялемра начинает надавать. Но у него вроде как... Кстати, ему лучше поставить, наверное, 4 АП. 58 процентов. Ему лучше поставить контратаку, поскольку на него сейчас пойдут явно очень многие атаковать. О, блядь, полетели топорики. Норвост, норвост баш получил. Жестоко. 26 процентов. 7. 51. Хорошо, по бандиту стреляем. Отлично, ранил. Отбить его надо обязательно. 61 процент. Хорошо, красавчик, допрыгался. Топорчик приближается. Ой, блин, пробивался. Ой, ёлки, матрёлки. Ещё и стан впал. Так, этот натыкается на копьё у нас. Хорошо. Три раза он наткнулся на копьё. Получает дебаф. Слушай, ты, братю, не сдохнуть, что ли, решил? Я не понимаю. Так, этот нас щитом выбивает и приблизился уже вплотную к нашему лучнику. Поднимает щиты. Ох, блин, норвост, норвост, братюня, держись. Так, этот у нас фетик, я так понял, да? Почему-то спейрвол уже не может использовать. Иди сюда, родной мой. Надо тебе кого-нибудь из них добить. Хорошо, одного. Ну, блин, всё, закончились ходы. И, братюня, доби его, пожалуйста. Всё, красавчик, Вася. Контратака. Пахьяльмар убьют. 54% шанс убить. Кто из вас самый опасный? 23. 19. 23. Блин, главное не потерять никого из наших пацанов. К сожалению, промахнулся. Ох, везёт нашим пацанам. Топор влетает. Ой, блин, какие же тут ребятки мансы, я вам так скажу. Так, братюня, тебе получается... Надо поменять на ножичек. Ну, хоть что-то сделать. Там даггером попасть. 22% шанс. Блин, к сожалению, промахнулся. Норвас, добей его, добей эту сучку. Хотя, учитывая, сколько у тебя хп. Ммм, да, всё печально очень. Всё очень печально. Промахнулся, раз. Контратака. Ещё одна контратака. Поднимает щит, атакует лучника. Уворачиваемся. Блин, какие же тут ребятки мансы происходят. Давай, братюня, добей его. Всё, красавчик. Мужик. Мужик. Аааа, и вульф скоро у нас окочурится, ребята. Родные мои. Поднимаются щиты. Вульф, ну что-то тебе надо сделать. Я не знаю, как ты, конечно, их убьёшь. Этот у нас ранен. Хорошо. И поэтому ты промахиваешься. Так, надо тебя, брат, прикрыть. С другой стороны, тут уже рядом с лучниками большое количество тварей. Приближайся и добей его. Хорошо, лучник тем временем наш. Далее, что ты у нас делаешь, получается. Меняешь опять на лук. Хорошо. И можешь квикшотом. 24%, 23%. Но если повезёт, будешь красавчиком. Ай, не повезло. Ай, всё, вульфа потеряли. Блин, да сахарки альмора потеряли, ребята. Господи. Я половину пати своей потерял в этом путешествии, конечно же. Очень жестокая ходка. Очень жестокая, ребята. На орках потеряли двоих. Сейчас бы главное из самых тяжело запакованных потеряли. Это у нас диодант, я так понимаю. Фига себе, там ещё и на контратаке встал. Молодец. Давай, брат, добей его. Добей эту сволочь. Прилетел. Один урон. Хорошо. Они, походу, уже отступать начинают. Хотя нет, Норвусту сбили щит. К сожалению, промахивается, да? Так, а этого ты догнать не сможешь. Да, хорошо. Стой в защите. Норвус, братюня. Отступить, к сожалению, тоже нельзя. Всё, один свалил. Давай, диодант. Раз. И по башке ему. Красавчик. Всё, они свалили. Ну что, всё тогда? А где противники-то? Нас? От нашей пати в 9 человек осталось всего лишь 5. А, стоп. Они нифига не отступили. Они куда-то там скрылись. Да, видимо, пытаются до сих пор свалить. У нас дальности не хватает, к сожалению. Хорошо. Так, надо было их догнать. Но мне кажется, что с этой пати должно выпасть прям нереальное количество лута. В принципе, остались только лучшие. Так далеко отходить тоже, кстати, рискованно, конечно же. Тем более, одиноким перцем нашим. Но он всё, он свалил с карты. Потом мы с вами потеряли вульфа. Потеряли мы с вами хьельмара. Кстати, хьельмар, которого мы и хотели слить. Потеряли двоих. Лута получили неплохо. Ламелярку. Потом всякие баши. Потом урочи и меч. Жалко, голды, конечно, не так много. Но в целом... В целом, конечно же, у нас выбора просто не оставалось с вами. Поскольку всё равно нас преследовали. Да. Ладно, возвращаемся в Шрафенбург. О, так мы, получается, 13 голов за это получ... О, так там сейчас столько денег с вами нам прилетит. Да, это, получается, можно вообще абсолютно всех зачищать. Да, можно было бы икорком залететь. На 13 голов это вообще шикарно. Нам денег с вами прилетит. Будь здоров. Отлично, сходили, друзья мои. Сраком алфы у нас тут повысился. Добро, братья, нет. Давай тебе тогда дистанц повысим. Потом, не знаю, насчёт хп. Давайте вот так вот тебя повысим. Далее норвест. Вообще красавчик. Конечно же урон, конечно же защиту. Да, защиту надо прокачивать у наших бойцов. Просто жизненно важно. Потому что потерять их там по глупости, ну это как-то совсем глупо, на мой взгляд. Хорошо. Всё. В принципе, печально, что у всех юнитов одинаковая прокачка. Ну, то есть количество там перков. Встаём тогда мы с вами лагерем. Ждём, пока наступит день. Да. Серьёзно. Но вроде всё это должно купиться. Наймём мы с вами ещё новых товарищей. По крайней мере, у нас сейчас с вами огромное количество всякой разной снаряги. Интересно. И мы знаем, куда идти. То есть нам есть с кем бороться. Мы сейчас обязательно вернёмся в эту базу бандитов. Так, две тысячи всего лишь? Да. Денег у нас, ребята, не так уж и много. Но зато снаряги хватает. Ладно, посмотрим, кого можно нанять. Кто у вас тут есть. Рэндольф. Дэвид Тейлер. Рэндольф. Рабан. Unleashed by character will struggle. Conflict moral. Так, Карл. Кто это такой? Мили скилл. Рейдж скилл. Пониженная храбрость. Сорелл. Сервант Ульферт. Вот этого товарища можно, в принципе, взять. Тем более, что у него хорошая броня уже есть. Потом Рейнольд. Кутхант. Получит экспу дополнительную. Хорошо. Тоже берем Вилфред, Милития. Но он уже тоже запакованный по полностью. Но нам нужны необходимые дешевые пацаны. Я тут вообще официантом был. Нам необходимы дешевые пацаны. И вообще помнить... Помнить, кто из них кто. То есть, кого там... Соответственно, запаковывать по полной. Кого можно пониже. Ну вот наши новые патьки. Давай, Ульфред. Ты у нас, конечно, с ложечком. Вообще шикарный перец. Что тебе можно выдать? Кто-то у нас такой. Повышенная. Минус пять Ресолв. Хорошо. Выдаем тебе твой щит. Красивый и могучий. Выдаем тебе твой шлем. Будет что у нас товарищ. Ну, кстати... Я думаю, что вот таких легких товарищей, по типу Рейнольда и Робана, их можно держать на фланге с копьями. То есть, чтобы они просто держали противника, соответственно, на расстоянии. То есть, можно тут даже броньку не особо хорошую выдавать, но чисто такую формальную. Они держат фланги. У нас, кстати, копейщик-то остался живых. Да, Освальд готов. Норвест. Норвест без щита у нас остается. Ему полностью его сняли. Поэтому выдаем ему новые обязательно. В принципе, можно даже и урочи выдать. Хорошо. Далее. У Диоданта щит есть. У Освальда щит тоже в наличии. У Норвеста все хорошо. И Адельмар, кстати, получил у нас повышение. У него удивительно... Удивительным образом почему-то Мелискилл больше прокачан, чем Рейндж. Ну, ладно, бог с ним. Так, теперь Ульфред. Тебе необходима хорошая пушка. Кстати, можно тебе что-нибудь на баш выдать. Да. Хорошо. Далее. Робан. Тебе необходимо что-то тоже с копьем, походу. Ну, знаете, много копейщиков брать это тоже как-то не айс. Сейчас, поскольку как их потом добивать? Ну, у нас три копейщика должно быть. Два по флангам. Один по центру где-нибудь там стоит, чтобы просто противников добивать. Но их можно, в принципе, более легко вооружить. Главное, это успеть потом добивать своего противника, прежде чем он к тебе придет. Ну, конечно, потестируем мы с вами всю эту тему. С копейщиками. Эти все равно дешевые. Этот у нас получился. Пока. Надо еще одного взять себе, какого-нибудь тяжелого пацана. Топорщика. Вот кого нам надо взять с вами. Вооружить топорщика. У нас денег, конечно, мало. Рэндальф, Дэй Тейлер, Билфрид. Блин, дорогой, конечно. Очень дорогой. Возьмем себе Рэндальфа. Пойдем в маркетплейс. У нас что? Еда. Еда еще вроде как есть. Потом инструменты. Всякие медицинские травы, муравы. Хорошо. И смотрим, как нам с вами Рэндальфа запаковать. Ну, Рэндальфа можно ему выдать топор. Получается, нет, это одноручный. Вот, теперь ты у нас будешь ходить с двуручкой. Ну, раз ты у нас с двуручкой, надо тебе дать, соответственно, хорошую защиту, чтобы ты тут не погиб. Не дай бог. Плюс 5 мили скилл, тем более. А, кстати, у него плюс 15 к урону по голове. Это очень хорошо. Это просто замечательно. Ну, в принципе, и все. Складируем все это дело. Какие-то шмотки можно продать. Какие-то можно оставить. Что у нас по... Все нормально. 700 золотых запас есть. Ну что, погнали тогда. Сохраняемся на всякие пожарные. В общем, тут у нас серьезные паски. 25 минут уже прошло. Ребята, я серьезно не заметил, как все закончилось. Друзья, давайте на этом закончим, наверное, наш серий. С вами был Диодант. Подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, хотите ли вы видеть еще серии по Battle Brothers. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок